Атлантический белобокий дельфин является видом семейства дельфиновых. До ревизии 2019 года обычно классифицировался в составе рода короткоголовых дельфин. Атлантические белобокие дельфины обитают в умеренных водах северной части Атлантического океана. В Соединенных Штатах они водятся от побережья Северной Каролины до штата Мэн, встречается у берегов Ньюфаундленда и Кейп-Кода, а также в регионе между Великобританией, Исландией, Гренландией и Норвегией. Его популяции живут и в Северном море. Атлантические белобокие дельфины относительно небольшие. Самцы достигают длины до 2 метров 80 сантиметров, самки – до 2,5 метров. Вес составляет от 200 до 230 килограмм. Самцы обычно немного крупнее самок. У этого вида крепкое обтекаемое тело с очень маленьким клювом с темной верхней и белой нижней губой. У них есть отчетливо выраженный, относительно большой, высокий спиной плавник, расположенный посередине спины. Этих дельфинов можно узнать по сложной окраске. У них темно-серая верхняя часть или даже черная. Бока светло-серые, нижняя часть тела от хвоста и до головы белая. Также есть желтое пятно, начинающееся по обе стороны от спинного плавника и тянущиеся вдоль всего тела. Атлантические белобокие дельфины – это быстро плавающие животные. Данный вид весьма акробатичен и игрив, они не боятся приближаться к лодкам. Однако несколько более осторожны, чем обыкновенные и беломордые дельфины. Дельфины часто участвуют в акробатической деятельности, прыгая на поверхность. Белобокие дельфины встречаются в социальных группах, которые могут насчитываться от 5 до 60 животных. Но иногда их можно было увидеть большими группами до нескольких сотен животных. Величина варьирует в зависимости от среды обитания. Атлантические белобокие дельфины способны задерживать дыхание не менее 4 минут и нырять, чтобы питаться мелкой стайной и донной рыбой, например, треской и хеком. Сельдию, скумбрией и корюшкой, а также ракообразными, например, креветками. В рацион входят также головоногие моллюски, например, кальмары. Наблюдалось, что этот вид совместно питается косяками рыб у поверхности воды. У них от 29 до 40 пар маленьких конических зубов в каждой челюсти, которые полезны для захвата добычи. Дельфины нередко попадают в рыболовные силы. Уменьшению их количества ведет подводное шумовое загрязнение, нарушающее нормальное поведение атлантических белобоких дельфинов, которые полагаются на звук для общения и эхолокации. Если шум достаточно громкий, он может вызвать необратимую или временную потерю слуха. Шумовые помехи от судов, а также от промышленной и военной деятельности, мешают кормлению, общению и ориентации атлантических пятнистых дельфинов. Кроме перечисленных причин уменьшения поголовья является браконьерство. Нередкими являются случаи выбрасывания этих дельфинов на берег и их обсыхание. Такие массовые обсыхания могут влиять на локальную численность этих животных. Данный вид занесен в Международную Красную Книгу. Существует необходимость усилить борьбу с браконьерством и наладить меры по предотвращению гибели в рыболовных сетях. Также нужно более тщательно исследовать поведение и численность этих млекопитающих, чтобы узнать больше об их характере и образе жизни.